Дороги к СНТ. На эту тему провел выездное совещание с представителями садоводческих товарищей депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Встреча прошла в садовом товариществе «Электрон». Выбрана эта территория была не случайно. Здесь, в одном из самых отдаленных от Щелково дачных поселений, проблема проезда была особенно острой. Отсутствие дороги приводило к необходимости централизованно заводить сюда в непогоду продукты, лекарства, необходимые предметы быта. Теперь к «Электрону» проложена благоустроенная асфальтированная дорога длиною в 3 километра. В ближайшие недели еще к двум садоводческим товариществам «Дорожник» и «Дельфин» проложат подъездные пути. В этом году мы будем делать 14 дорог протяженностью свыше 10 километров. Плюс в этом же году мы разрабатываем сейчас проекты, изыскательские работы на строительство дорог на следующий год. Это у нас будет 5 дорог. И также параллельно будем сейчас совместно с депутатами и с председателями заводческой товарищей составлять перечень работ на 2023 год. На совещании отмечалось, что губернаторская программа «Дороги к СНТ» за ближайшие три года должна обеспечить прокладку дорог ко всем садоводческим товариществам. Сегодня это реальная программа, которая у нас воплощается совместно с правительством города Москвы. Почему? Потому что в области у нас живет огромное количество людей, жителей Москвы, которые в сезон выезжают к нам на постоянное проживание. И, конечно, это совместная работа и договоренность двух правительств Москвы и Московской области. На совещании с представителями садоводческих СНТ речь также шла и о газификации. Отмечалось, что по государственной программе газифицировать предстоит сначала населенные пункты, а затем уже садоводство. Однако в СНТ часть строений уже переведены в категорию жилых домов. Соответственно, к ним уже начинают подводить газ. Так, в СНТ «Дельфин» часть домов относится к этой категории. К ним по губернаторской программе подводятся газовые магистрали. На собрании было принято решение, значит, те, у кого уже есть жилые дома, подавать заявку на технические условия, потому что газ практически проходит по улицам рядом с их домами. На совещании обсуждались и проблемы, которые еще предстоит решать. Так, например, для жителей СНТ «Электрон» остается острой темой обеспечения этой территории устойчивой мобильной связью. Также садоводам были разъяснены положения законодательства о разведении птиц на дачных участках. Если это делается в небольшом количестве, не для продажи и не в коммерческих целях, то запрета нет. На совещании также отмечалось, что за последнее время удалось практически все СНТ обеспечить электроснабжением. В большинстве садоводств для отдыхающих детей построены игровые площадки. Андрей Циханович, Александр Роджевский, Щелковское телевидение.